Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем... Здравствуйте! Так, не перебивай меня. Мы начинаем... Здравствуйте! Мы начинаем наш праздничный... Так, не перебивай меня. Мы начинаем наш праздничный... Здравствуйте! Мы начинаем наш праздничный концерт. Так, друзья, вы помешали мне вести концерт? Я не мешаю. Я не мешаю. Я помогаю. Я тоже буду вести концерт. И я. И я. Чего? Да вы хоть знаете, каким должен быть ведущий? Каким? Ведущий дом бы человека к мужественным, решительным, смелым. Ты-то говоришь, как будто бы собираешься не концерт вести, а корабль в бурю. Тоже не капитан. Ну, капитан не капитан, а в каком-то смысле командир. Слушай мою команду. Равняйсь смирно. Молодцы! Ладно, уж давайте вместе концерт вести. Добрый день, дорогие друзья! Фан-фары! Добрый день, дорогие друзья! Ученики лингвистической школы рады приветствовать вас на традиционном отчетном концерте. Мы все такие рады и посвященному окончанию учебного года, который был насыщен разными событиями и мероприятиями. И, конечно, пополнил наш багаж знаний. На сегодняшнем концерте вы увидите удивительные номера. Потом на кораблю мы отправляемся в путешествие в страну танца, музыки, театра. И самым первым номером нашей программы станет номер студии «Байлент танцы» «Севен Ринкс». Встречаем! Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, дорогие друзья! Скажи, а ты знаешь, кто-то всегда нас поддержает, протянуть руку помощи, наставить нам путь истинный? Конечно, это интернет! Ты что, совсем голову потерял? Это же наши дорогие, любимые родители, наша мама. Точно! Сколько звёзд на ясном небе, сколько колосков в полях, сколько песенок у птицы, сколько листьев на ветвях, только солнце одно на свете, только мама одно на свете. Приглашаем на сцену второй А-класс с песней «Веснушки для мам». Подарила солнце мне веснушки, потому что солнце я люблю. И любимой мамочке-подружке я веснушки подарю. Будет улыбаться она лету, и красивой матушке-земле. Если он моя летит по свету, всю свою любовь дарю тебе. Мама, мамочка, злаки-голубые облака, Ты добро, ты весна, небом светлым не дана. Мама, мамочка, злаки-голубые облака, Ты добро, ты весна, небом светлым не дана. ПЕСНЯ 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Как у тебя с математикой? Конечно, это лучше спросить у учителя, но думаю, моих знаний хватает, чтобы посчитать флешики и купить товары на школьной ярмарке. А к чему этот вопрос? А к тому, что сейчас вы услышите песню, которую слышали и на День учителя в видеоролике, и на концерте к 8 марта. Но она настолько зажигательная и полюбилась и учителям, и детям, что мы не могли не исполнить ее на отчетном концерте. Я поняла, что это за песня. На сцене третий А-класс. Субтитры делал DimaTorzok 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 Аплодисменты Субтитры делал DimaTorzok 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 Приглашаем их на сцену. В душе детей и взрослых есть в странах, где все возможно. Они и в газетах не прочесть, но бывает там можно. Реальность иногда скучна, все равнообразна. Но есть волшебная страна, где жизнь всегда прекрасна. Там можно кем заходить, читать и громче всех сменяться. Надежда чужих не оправдает, ни капли не боятся. Страна чудес, страна чудес, мы в ней живем, покуда. Нам вдруг самим не надоест мечтать и верить в чудо. А ты здесь откуда? Смотри мне в глаза, не верти пальцами. Я? Мне? Я? Зачем ты здесь? Пока думаешь, что рассказать, дело реверанс. Это экономит время. А теперь отвечай. Я смотрела, играла, читала на цветы в саду. В саду? Разве это сад? Я видала такие сады, с которыми это просто как заброшенный пустырь. Я мечтала подняться на вершину холма. Разве это холм? Я видала такие холмы, с которыми это просто равнина. Ну, нет, холм никак не может быть с этим равниной. Это просто чепуха. Я вспыхала такую чепуху, с которой это просто как толковый словарь. А у вас баловка отгололась? Не пойму, что с ней такое. Все время откалывается. Видимо, не в духе. Так-то лучше. Вы же... Вам нужна горочная. Вы же королева. Вот тебя бы я с удовольствием взяла. Два шиллинга в неделю и варенье на завтра. Ну, нет, в горочную я не пойду. И варенья мне сегодня не очень хочется. А кто тебе сказал, что варенье будет сегодня? У меня правило, варенье только на завтра. Ведь нельзя проснуться и сказать, ну вот, сейчас завтра. Ну, ведь завтра, когда-нибудь наступит сегодня? Никогда. Ведь нельзя проснуться и сказать, ну вот, сейчас завтра. А можно увидеть королевца за пределами комнаты? Тогда бежим. Что? Посталась же на этом же месте? А ты что хотела? У нас, когда ты бежишь, непременно куда-то попадаешь. Какая медлительная сторона? У нас, чтобы оставаться на одном месте, нужно обязательно со всех ног. А чтобы попасть в другое, надо бежать в два раза быстрее. Ну, нет. Мне здесь хорошо. Только пить очень хочешь. Хочешь, сухарик? Ну, нет. Ну, мне пора. Если не знаешь, что говорить, говори по-французски. Когда идешь, ставь носки в рост и помни, кто ты такая. Мне показалось, что Черная Королева несколько странновата. Хотя что я ожидала страны чудес? Было бы, наоборот, странно, если бы тут бы все были обыкновенные. Котик, Чеш, ничего, кажется, доволен. Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти? А куда ты хочешь попасть? Мне все равно. Тогда все равно, куда идти? Веришь, покуда-нибудь попасть? Куда-нибудь ты обязательно попадешь. Да, с этим нельзя не согласиться. А что здесь люди живут? Вон там живешь, ряд. А там мартовский заяц. О, все равно, к кому идти. Оба они не в своем уме. На что мне безумцы? Ничего не поделаешь. Все мы здесь не в своем уме. И ты, и я. Откуда вы знаете, что вы не в своем уме? Начнем с того, что пес в своем уме. Допустим. Когда он в сердце торчит И виляет хвостом, когда доволен. Ну, а я виляет хвостом, когда я свяжусь И ворчу, когда доволен. По-моему, вы не ворчите, а мы плыкайте. Называй, как хочешь. Суть от этого не меняется. Ты приглашена сегодня на палку черной королеви? Мне бы очень хотелось. Но меня еще не пригласили. Тогда до вечера. Мне показался чижийский кот очень симпатичным. А как он улыбался, Теперь я знаю, что самая Объясненная улыбка у чижийского кота. Ну что, который час? Спрашивайся, а будет секунда три назад. Это что, наменять? Время пить чай. Занято, занято, занято. Свободных мест нет. Совсем-совсем нет. Совсем нет. Совсем нет. Тут полно места. Вы пите лимонады? Ну, я не вижу здесь никакого лимонада. А его тут и нет. В таком случае с вашей стороны Не очень-то вежливо продавать. Это с вашей стороны Не очень вежливо присаживаться За столбик приглашения. Но я не знала, что это ваш стол. Он накрыт явно не на троих. Какое сегодня число? Число какое? Четвертое. Обстали на два дня. Я же говорю, что не надо смазывать и сливочное масло. Знаете, это было лучшее сливочное масло. Да, но крошки могли туда попасть. Вам не следовало намазывать его столом ножом. Знаете, это было лучшее сливочное масло. Какие интересные часики. Показывают не часы, а дни. А вот что, часы показывают год? Нет, конечно. Но это потому, что они стоят с прошлого года. С моими то же самое. В марте прошлого года, как раз перед тем, как он спятил, на концерте червовой королевы мне пришлось спеть. Кыш, кыш, маленькая мышь, откуда ж ты взялась? Так вот, едва я закончил первый куплет, как королева подпрыгнула и звизнула. Он убивает время отрубить ему голову. Какая жестокость. Голову мне не отрубили. Я успел забежать. Но теперь все время... Но теперь все время пять часов вечера. Пять часов вечера. Время пить чай. И мы не успеваем помыть посуду. Так вот, почему на столе столько посуды. Совершенно верно, когда используем очередную партию посуды. Так вот, почему вы пересаживаетесь вокруг стола по часовой стрелке. Время пить, сучка. Время пить, сучка. Время пить, сучка. Ну и ладно, это самое безумное черепите, в котором я участвовала за всю свою жизнь. Все странно, странно, тоже следующее. Братья Труляля и Тролляля опять дерутся. Вечный их мир не берет. Однажды Труляля и Тролляля решили сдуть дырку. Из-за того, что Труляля испортил погремушку. Хороший новый испортил погремушку. Какие забавные! Если ты думаешь, что мы из воска, тогда выкладывай денежки. За просмотр деньги берут. Если ты думаешь, что мы из живых, тогда скажи что-нибудь. Простите, пожалуйста, я не хотела вас обидеть. А я знаю, о чем ты думаешь. Если это было бы так, но это не так, как он и не так, как и не так, так и нет. Поняла. Поняла? Не очень. Вы случайно здесь не видели чеширского кота? Ты не с того начала. Когда знакомишься, нужно прежде всего поздороваться и пожарить друг другу руки. Четыре круга для первого раза очень даже хорошо. Вы не сильно устали? Ни в коем раз. Спасибо за внимание. Видала? Видала? Не стоит сердиться за всего лишь нарей погремушку. И вовсе она не стала. Я только вчера ее купил. Моя любимая погремушечка. Не стоит сердиться за всего лишь нарей погремушку. Ну что же, с дурным дружком? Пожалуй. Я очень бледный. Пожалуй, бледовать. Вообще-то я очень храбрый. Только у меня сегодня голова болит. А у меня зуб болит. Мне больнее, чем тебе. Может, когда я играться сегодня? Я не наставлю на долгой драйке, но все же чуть-чуть надо подраться. Подерем еще часов даже скидки и пообедаем. Только вообще близко не подходи, а то я сокрушаю все, что не попадает в воду. Я сокрушаю все, что попадает в неподдак. Для начала нужно выбить Алексея Храброй Семьи. Начали! ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 А в Катюше берет архиве Пусть он вспомнит девушку простую Пусть услышит, как она поет Пусть он тем любви ждет равную А любовь Катюша берет жет Пусть он тем любви ждет равную А любовь Катюша берет жет Пусть он тем любви ждет равной Пусть он тем любви ждет равной Пусть он тем любви ждет равной Горожанин, от статца до наивного бойца. И письменное сущность содержания ошеломляет душ и сердца. Это всем живущим назидание, чтобы каждый в суть явлений в них. Время возвышает образ Тани и ее доподлинный дневник. Приглашаем на сцену учеников третьего А-класса с номером девочка с Васильевского острова. Я, Валя Зайцев, Васильевского острова. У меня есть подруга Таня Савичева, мы с ней соседи. Она со второй линии, дом 13. Тане было столько же лет, сколько мне теперь. Она могла бы давно уже вылезть, стать учительной, но всегда оставалась девчонкой. Она была певуней, всегда пела. Ей хотелось декламировать стихи, но она спортикалась на словах. Таня пела потому, что когда поешь, не заикаешься. Ей нельзя было заикать. Она хотела стать учительной. Девочка умерла от голода. Все ли равно, от чего умирать? От голода и от пули. Может быть, от голода еще больнее. Я решила отыскать дорогу жизни. Поехала на Рожовку, где начинается эта дорога. Там строили память детям, покипших в блокаду. Я тоже хотела строить. Кто такая? Я Валя Зайцева из Васильевского острова. Я тоже хочу строить. Нельзя. Понимаете, я ведь не просто так хочу строить, а своей подруге, Таня Савича. Таня Савича твоя подруга? А чего здесь особенного? Мы одногодки, обе с Васильевского острова. Но ее уже нет. Что значит нет, если мы дружим? У нас все общие. И улица, и школа. У нас даже почерк одинаковый. Почерк? А что почерк? Это очень хорошо. Это прямо находка. Поедем с нами. Куда я не поеду? Я хочу строить. Ты будешь строить. Ты будешь писать для памятника Таниной почерком. Можешь? Могу. Только у меня нет карандаша. Дадите? Ты будешь писать на бетоне. Валя взяла в руки Таня дневник и открыла страничку. Там было написано. Женя умерла 28 декабря в 12.30 часов утра 1941 года. Ей стало холодно. Она захотела отдать им книжку и уйти. Но я ее подруга. Я должна остаться, а не удирать. Давайте мы в бетон буду писать. Не торопись. Ты сейчас спокойная. Валя хорошо помнила строчки. Бабушка улыбала. 25 говорят. 3 часа дня. 1942 года. Когда просто хочешь есть, это не голод. Поешь часом позже. Я пробовала голодать с утра до вечера. Вытерть. Голод, когда изо дня в день голодает голова, руки, сердце. Все, что у тебя есть, голодает. Сперва голодает, потом умирает. Века умер 17 марта в 5 часов утра 1942 года. Века зарабатывал деньги черчения и учился. Он был тихий, безорукий, в очках. Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи 1942 года. Дядя Леша, 10 мая, 4 часа дня, 1942 года. Я очень устала писать слово «умер». Я знаю, что с каждой страничкой дневника Даня Исаевича становилась все хуже и хуже. Она давно перестала петь и не замечала, что заикается. Она уже не играла в учителя, не рассказывала. Наступила весна. Таня вы... Ну, за деревьями деревья. Таня высохла, вымерла, стала тоненькой легкой. Мне отражали руки, и от солнца болели глаза. Фашисты убили половину Таня, Савичевы, а может, больше половины. То есть не было мамы, но Таня держала. Открыв страничку «С», там было написано «Савичевы умерли». Открыв страничку «У», было написано «Умерли все». Последняя страничка была под буквой «О». Осталась одна Таня. Я захотела зачерпнуть последнюю страничку, но бетон затвердел и палочка сломала. Вдруг про себя ж не спросила Таня, Савича, почему одна? А я? У тебя же есть подруга. Валя, Заяц, мы пойдем в румяцевый сад, побегаем. Слышишь, Таня Савичева? Таня Савичева не стреляла к фашистову и не была разведчиком и партизан. Она просто жила в родном городе в самое трудное время. И, может быть, фашисты потому и не вошли в Ленинград, что в нем жила Таня Савичева. И жили еще много других девчонок и мальчишек, так и навсегда оставшись в своем времени. И с ними дружат сегодняшние ребята. Как мы дружим с Таней, а дружат ведь только с живыми. Перед боем тихие теплые вечера, И покой тревозною сон тишиной. У вчерашних мальчиков гимнастерки новые, И письмо от мамы с собой. Здесь всю ночь горела звезда одинокая, И туман прозрачный лежит у реки. Здесь березы белые, травы высокие, Краг не должен дальше пройти. А заказы алые, 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 Перед боем выстрелы не слышны. Не об этом вместе с тобою мечтали мы За четыре дня до войны. Повыкнули взрывы, и небо обрушилось, Солнце не видать, прячет дыма стена. Спяты лезы белые, травы высокие, Забрала вас, мальчики, война. А стояли Родину годы суровые, Нет везет далеких, дорога и пыль. Нужно, чтобы помнили, мы с тобою помнили Имена героев своих. А заказы алые, 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 Перед боем выстрелы не слышны. Не об этом вместе с тобою мечтали мы За четыре дня до войны. А заказы алые, 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 Перед боем выстрелы не слышны. Не об этом вместе с тобою мечтали мы За четыре дня до войны. Аплодисменты четвертому классу. Вы увидели номер заката АВЭ. Кажется, что война на земле для того, Чтобы люди научились ценить жизнь Мирную, простую, наполненную радостью и счастьем. Жизнь, где можно ходить в школу, Играть с друзьями, кушать в парке мороженое, Не боясь того, что детство внезапно Может закончиться, и дверь постучит за горе. Война. Пусть наверх исчезут войны, Чтобы дети всей земли Дома спать могли спокойно, Танцевать и петь могли, Чтобы солнце улыбалось, В окнах светлых отражалось И сияло над землей Людям всем и нам с тобой. На сцене ученики второго Б-класса. Айс на крыше. Встречаем! Айс на крыше. Айс на крыше. Баллайн пише. Люди, прошу, не спугнись случайно, Айс с тобой. Люди, прошу я, потише, потише, В море дыр, пусть гинут во мгле. Алис на крыше Мир на земле Алис на крыше Мир на земле Алис на крыше Весёлся и сон, там ночью и в нём перешёл. Ну, а в доме под крышей девчонка счастье дождёт. Люди в Нью-Йорке, в Паренье, в Париже, Верьте друг другу и мне. А если на крыше, счастье под крышей, Мир на земле. Люди, прошу я, потише, потише, Воли пусть гинут по мгле. А есть на крыше, а есть на крыше, Мир на земле. А есть на крыше, а есть на крыше, Мир на земле. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Люди, прошу я, потише, потише, Вольны пусть гинут по мгле. Айс на крыше, айс на крыше, мир на земле! Айс на крыше, айс на крыше, мир на земле! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И самое главное, отсутствие выступлений на зрителях. И как было радостно снова выйти на сцену. Я помню этот день, этот концерт 8 марта. В этот день мы снова почувствовали дыхание в зале, услышали аплодисменты зрителей и увидели их улыбки. И одним из номеров в этом концерте стала песня в исполнении второго класса. От улыбки. Приглашаем мы их на сцену. Аплодисменты. ПЕСНЯ 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 А у тебя? Поездка с семьей на море. А у тебя? У меня субтитры, нужно будет очень много. У меня отдых, тепло, радость. Летит, литит, литит. Тепло. Сергей, какие у вас ассоциации за полгода? Отдых. Море. Для предложения следующего учебного года. А у тебя? Молодец. Молодец. А еще лето это пчелы, которые и так и жужжат над ухом. Сыркнули, кажется, название следующего номера. Этот номер тоже был на весеннем концерте и поднял зрительное настроение. Танец пчелы. Вторые классы. Танец пчелы. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok DimaTorzok